Привет! В эфире программа, в которой мы обозреваем новостройки Хабаровска. Прежде чем мы перейдем к главной теме нашего выпуска, хочу напомнить, что на портале губерния.ком вы сможете найти наши обзоры строящейся жилой недвижимости Хабаровска. В этом сезоне мы уже посетили большое количество новых жилых комплексов и коттеджных поселков, таких как Культура Клуб, Орехово и так далее. Переходите на сайт губерния.ком, оставляйте комментарии и делитесь своим мнением. Сегодня мы подготовили для вас обзор эко-поселка Времена, который располагается на окраине села Матвеевка. Отправляемся туда прямо сейчас. Итак, село Матвеевка. Оно у многих ассоциируется с аэропортом из-за своей территориальной близости. Но, честно признаться, вот сколько мы здесь находимся, я не слышу и не особо ощущаю какой-то дискомфорт от такого соседства. Как я уже сказала, коттеджный поселок расположился на окраине села Матвеевка. С одной стороны территория поселка граничит с большим зеленым массивом. Ох, как я люблю дальневосточную природу. С другой стороны, вот с такой вот равниной, которая уходит в горизонт. Нарушить единение с природой здесь может только ТЭЦ-3. Из поселка можно выехать сразу на две улицы. Большая Березовая и Музыкино. Вблизи есть совсем новый детский сад. Ближайшая школа находится в двух километрах отсюда. Есть в районе и продуктовые магазины, но до них нужно будет пройтись минут 15. Примерно такое же расстояние придется пройти до ближайшей автобусной остановки. Но надо понимать, что такой тип жилья выбирают люди, которым близка вот эта вот романтика загородной жизни. И, как правило, такие люди имеют личный транспорт. Поэтому дискомфорт по поводу того, как добраться до ближайшей социальной инфраструктуры, он, конечно же, минимальный. Владимир, я знаю о вас, что вы путешественник. И я так понимаю, что в своих путешествиях вы как раз-таки ставили себе галочки о том, какой должен быть идеальный коттеджный поселок, на ваш взгляд. И, собственно, вот это вот все, это проекция вашего опыта, ваших знаний. Да, все верно, я много путешествовал. И всегда этот поселок, это собирательный образ лучшего, что может быть с точки зрения не золотых унитазов, а с точки зрения комфорта проживания. Экопоселок, ну, тут все просто, тут все создано для комфорта человека. С точки зрения экологии, каких-то санитарных норм, материалы только экологически чистые здесь применены. И даже если провести здесь испытания на счетчике Гегера сюда принести, да, здесь будет сейчас где-то 12-14 микроэнерген в час показывать внутри. Ровно тот фон, который будет на улице. То есть в этом доме нет накопленной радиации. То есть у нас все фундаменты защищены от выгода радона. И этот же момент, на него мало вообще кто внимания обращает. Из-за уникальности это подземный паркинг. Он еще на стадии проектирования, вернее, прохождения экспертизы. Но попасть в свой дом через тамбуршлюз, через подземный паркинг, это уникальная история. Но это сделано только с одной целью. Убрать автомобили, слово совсем, из поселка. То есть, конечно, теоретически можно днем подъехать, будет к дому, к своему, но все автомобили на ночь будут парковаться на трех гостевых парковках и в подземном паркинге. Вот это потому что здесь все для людей, для пешеходов. Вообще, в финальном варианте поселок будет состоять из четырех улиц. Первые две линии уже готовы, и здесь располагаются таунхаусы. Следующий этап строительства – это дуплексы. На четвертой линии будут располагаться отдельно стоящие индивидуальные дома. Завершение строительства всего поселка планируется на 2030 год. Ну что ж, теперь самое время передать слово нашему независимому эксперту Елене Барышевой. Ждем от нее более детальный обзор. Елена Барышева – владелица ведущей дизайн-студии интерьеров «Маджента». 20 лет на рынке. Более 650 реализованных проектов по России. Мы посмотрели ваш поселок, походили вокруг первой, второй, третьей очереди. Как это все охраняется? Охрана поселка осуществляется в круглосуточном режиме при помощи современных технологий с использованием систем видеонаблюдения. Вижу разная кровля на первой линии домов. Она монолитная идет, коричневая. И если смотреть налево, вторая линия выполнена в другой кровле. Во-первых, что за тип? Это цементно-песчаная черепица, натуральная. То есть это как в средневековье дома открывали? Да, да. У нее есть ряд преимуществ, одни из которых – это долговечность более 100 лет, потом высокое поглощение шума при дожде, и третье – это пожаробезопасность. Это основные такие. Для сбора ливневой воды организована закрытая система, ливневая система линда. То есть в дождь вода в открытый способ не льется на дорогу? Да. То есть производится подземный сбор и утилизация. В каком состоянии вы можете продать дом? Чистовая ли отделка? Какие виды у вас? Основная идея продажи домов без отделки, но с инженерными коммуникациями. Это холодно-горячее водоснабжение, базовая электрика, слаботочные системы, приточно-вытяжные установки и обязательно теплые полы. Но в каждой линии домов мы формируем шоу-хома. Поэтому есть вариант приобрести жилье в чистовой отделке. Из чего, собственно, построенный дом? Из чего стены внутренние, наружные? Какое заполнение проема? Вот очень хороший вопрос, потому что наружные стены построены по передовой монолитной технологии Леготом, которые имеют ряд преимуществ. Например, это высокая степень теплоизоляции. Во-вторых, наличие, точнее, нахождение точки росы в слое закрытых пор утеплителя наружных стен, имеющих высокую паропроницаемость. Что простым языком это значит для обывателя? Это значит, что точка росы вынесена наружу и не будет формироваться конденсата внутри стены. То есть стены не плачут, не плеснеют, ни бактерии в них не живут, как, например, бывает в сталинских домах, да? Да. И теперь хочется спросить про основные сети. Важный элемент – вода. Как мы, где мы ее берем, как добываем, чистим, готовим, употребляем? Добыча воды производится с глубины, артезианской воды производится с глубины 120 метров и более. Вода своя? Да, вода своя. Не городская? Нет. В специальные резервуары добыча производятся. После этого производится ионизация воды. Должен так? Да. А след за этим ультрафиолетовое обеззараживание. Только после этого вода попадает в жилой дом. Животрепещущий вопрос про отопление. Отопление организовано с помощью гидравлических теплых полов и нагревательных котлов, вихревых индукционных нагревателей. Я знаю, что водяные теплые полы, они достаточно инертные, да, то есть они не быстро реагируют. Вот, допустим, не знаю, августовский вечер, холодный, промозгло-дождевой, ты электрический пол подошел, включил, он тебе тут же нагрелся. Гидравлика, она очень инертна, то есть она через день аж нагреется и даст тебе нужную температуру. Как вот мы, вот в прыжке, чем мы можем согреться? В прыжке, на самом деле, это решается и достигается толщиной стяжки оптимальной. То есть, чтобы инертность была, но не была нам во вред. А для чего она нам нужна? Для того, чтобы ночью нагревать эти теплые полы, а днем за счет этой инертности остаточной греться бесплатно. То есть, правильно ли я поняла, что в доме радиаторов типовых нет? Мы считаем это вредной историей по радиаторам, потому что перепад температуры в этом случае достигает до 90 градусов. То есть, если вы знаете, да, радиаторы, это сушит воздух, сушит слизистую и вредно влияет на здоровье человека. Хорошо. А электрический теплый пол возможно организовать в доме? Возможно, он у нас организован на третьем этаже, который является резервным источником отопления, кроме того, что есть топка или камин, что человек установит. То есть, камин тоже, помимо декоративной функции, да, то есть, он еще и греет. Получается так? Совершенно верно. Можно использовать до 15 киловатт тепловой энергии, получать как резервный. То есть, весь дом он не обогреет, как раньше в Средневековье. Смотря как сделать. То есть, если сделать теплообмен с выводом по комнатам, у нас в одном из шоу-хоми это реализовано, то он может и весь дом обогреть. Что скажете про остекление? Контур окон и дверей. Что за заполнение здесь? Остекление у нас выполнено с помощью энергоизберегающих стеклопакетов с напылением серебра. Это является основным видом экономии электроэнергии в плане отопления, потому что получается в среднем до 90% тепловой энергии переотразить внутрь помещения, не выпускать на улицу. То есть, окна не отдают тепло? Не отдают, но при этом еще принимают солнечную энергию. Лена, ну что, мы ждем традиционно твой пердикт. Расскажи, что ты думаешь? Первое, что бросилось в глаза, когда мы подъезжаем непосредственно к поселению, эко-поселение, и, здравствуйте, что мы видим доминанта ТЭЦ. Хоть она и на газу, хоть она и белый пар уже из нее идет, но все-таки оно есть. Да, 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 наши зрители должны об этом знать. Конечно, это важный такой момент, потому что ты приезжаешь и в любом случае видишь, не надо, чтобы это было сюрпризом. На втором этаже это еще лучше ее видеть. Да, да, это точно. Если вы откроете розу ветров, то вы увидите, что преобладающие ветра в Хабаровске это западное, юго-западное направление. ТАТЭС, про которую мы упоминаем, находится в 5 километрах от поселка. Она уже давно переведена на газ, и она находится на северо-западе. То есть северо-западных ветров, ну, вообще на розе ветров показано ноль. Но за 7 лет наблюдения мы видели 3 раза, когда в нашу сторону был дым. Воздействия от ТЭС никакого абсолютно здесь нет. Ни для кого не секрет, что мы, дальневосточники, зачастую страдаем от жужжащих и вечно сопровождающих насекомых. Весь цивилизованный мир давно уже придумал решение этого вопроса. Что предлагается здесь? Да, все верно. Первая задача, которую мы себе поставили, извести москитов здесь. Начали изучать этот опыт. С путешествия с Аляски я привез эту историю. Мы начали ее пробовать. Выяснили, что, оказывается, есть 3 вида антимоскитных систем в той же Америке. Все их перепробовали. Выделили те, которые реально работают. Закупили их. И сейчас на поселке стоят 4 антимоскитных системы, которые вот уже 7 сезон подряд в мае нами запускаются и работают до сентября месяца. Что происходит? Вокруг поселка и внутри поселка мы собираем все, что летает. Комары, мошка, вода, мухи. Все это попадается в наши ловушки. Это факт, который можно просто приехать и на себе ощутить. Удаленность от инфраструктуры очень далеко. Даже вечером ты захочешь сам не готовить, пойти куда-то покушать. Доставка будет ехать тоже применительно. Из ресторана в центре, пока они доедут, уже не ужин, ничего не нужно. Если специальные какие-то художные кружки, спорт, куда? Это очень далеко. Плюс банальная жизненная ситуация, опять же, на шаг ноги магазин. Сельмак там есть, во-первых. Уровень продукции там, он все-таки сельский, поселковый. Плюс пешком. Там нет тротуаров. То есть ты как, ну, кто-то лихачит, кто-то по темну едет. Неудобно. То есть, когда человек привык к хорошему, а это уровень хорошего, да, то именно этот магазин тебе не поможет. В пешей доступности два магазина. Ну, понятно, они не супермаркеты, это сельского типа магазина. Но, тем не менее, 700-900 метров есть два магазина. 300 метров доступность до детского садика. Надеюсь, все-таки, что будет современная школа в Матвеевке. Но, в целом, если есть личный транспорт, 11 километров, и вы в центре города. Планируется ли здесь, в самом комплексе, построение каких-то магазинов шаговой доступности, каких-то еще развлечений, возможно, именно для досуга, для развлечений, чтобы вообще не приходилось покидать эту территорию? Да, все верно. Есть третий этап строительства клубного поселка Времена, который предполагает строительство на южной линии киноконцертного комплекса, многофункционального, по типу Бродье, ну, кафе, рестораны, магазины, да, это все планируется, но это третьим этапом. Я думаю, это порядка 3-5 лет. Ни для кого не секрет, что рядом аэропорт. Большой аэропорт, в котором строится еще и международное отделение. Только одни плюсы от аэропорта, потому что все аэропорты в мире располагаются в самых экологически чистых и удобных, с точки зрения природных факторов, районах, это правда. И аэропорт нас защищает, это зонирование от многих факторов. С точки зрения воздействия аэропорта на нас нет, глиссада посадочная находится от нас в 3-х километрах, над нами ничто не летает. Мы видим, если в окно внимательно смотреть, то можно увидеть взлетающий или садящий самолет, но звука от него никакого. То есть это просто такая картинка, динамика и ничего лучше. По оценке нашего эксперта, коттеджный поселок времена соответствует высокому уровню жилья. Именно этим обусловлена стоимость недвижимости в данном проекте, которая начинается от 16 миллионов рублей. Подводя итоги, можно сделать вывод, что таунхаус будет отличным выбором для тех, кому надоела городская суета. Среди очевидных плюсов – собственный земельный участок, наличие парковочного места, эксплуатационная экономия и отсутствие соседей сверху и снизу. Но есть также и минусы. Часто загородные коттеджные поселки не имеют развитой инфраструктуры в шаговой доступности. Да, есть и школа, и детский сад, а вот в торговые центры и за развлечениями все равно придется ехать в город. Задаваясь вопросом покупки недвижимости, следует правильно расставить приоритеты. «Уединенная жизнь на лоне природы» или «Ритм большого города» – решать, разумеется, вам. Это была программа «Новостройка». Увидимся в следующем выпуске.